А что он меня фотографирует? Выходим в люди, опрашиваем людей. В люди? Да я не человек, я пенсионер. Ну, мы делаем опрос, вот узнаем у жителей нашего города, насколько сильно изменились цены продукты. Нет, но если вы сейчас меня зафиксируете, подожди, подожди. Я очень много ей скажу, но подожди. Вы знаете, я не ощущаю разницы большой. Вот я сейчас купила булку, ну такая здоровенная, 26 рублей. Я удивилась. Ну, смотри, что молочная продукция вся подорожала. Ну, масло сливочное очень даже сильно подорожало. Варенький. Только свеженький оттенок. Он меня снимает. Да? Ой, так красиво. Спасибо. Как у нас сцены мегафрукты? Вот это очень дешевые яблоки я взял, они всего 50 рублей. Ну, у них они прошлогодние, скорее всего, и брал я их на оптовом. Я съездил специально, вот, и там взял по 50 рублей. Ну, шкурку обрежем, да съедим. Если раньше, вот, закупка на неделю в супермаркете обходилась 3,5 тысячи, то теперь 4,8 тысячи. Однозначно скажу, что я почувствовал добавку к пенсии. Но она того смешная, курам насмех. Сейчас, если яблоки 120, 120, я беру за 30 дохлые и ем их. Милая, скажу одно, куда бы я ни зашла, сюда я 100 рублей потеряла. Везде обманывают. Без при... Ой, какой вред для нас. Это наш оператор. Ну, в общем, если взять на процентов 30, вся продукция подросла. А людей меньше стало ходить на рынок или все-таки, как и было раньше? Меньше. Рыба, рыба меня вообще удивляет. В таком, в нашем краю, как говорится, рыба почти, ну, даром должна быть. Но цены просто кусаются. Я тоже что-то не обращаю, я покупаю после не обращения. Что-то купил, да и все. Потом домой пришел, а у нас денег нет. Хлеб тоже, ну, там большой выбор есть, поэтому ничего еще нет. А мясо, рыба? Ну, мясо практически не беру, а рыбу, ну, тоже там хоть есть, это разброс такой, больше, меньше цена. Еще по помойкам не лазаю, но скоро будем лазить по помойкам. Здесь настолько все... Ну, настолько все схвачено. А вообще, ну, знаете, мы ко всему привыкли. Было время, когда мы мечтали наесться хлеба.